Здравствуйте, дорогие друзья! Шаббат на носу. Вроде все хорошо, но столько болезней, столько всяких. Давайте поговорим о Боге, болезнях и вообще всем, что происходит. И Шаббате, конечно. Вы знаете, один великий человек сказал замечательные слова. Человек может любить Бога или ссориться с Ним, но он не может его игнорировать. Ты не можешь игнорировать то, что у мира есть хозяин. Каждому человеку, который обладает хотя бы минимальным уровнем восприятия, довелось испытать случай чудесного вмешательства в той или иной ситуации в свою жизнь. Наше физическое мышление говорит нам, что не может быть, например, хлеба, если мы сами его не создадим, не посеем, не пожнем и так далее. Когда в пустыне выпал ман небесный, поколебались все эти доводы, и написано было, и люди увидели, что не хлебом единым жив человек. А теперь взгляните в другую ситуацию. Поколение пустыни, оно родилось в пустыне, оно вообще не видело другого хлеба, оно все время падало с неба. И вот Машер Абейну говорит им, сейчас вы придете в землю Израиля, будете сажать в землю, будет расти хлеб. Они смотрят, что с дедушкой. Мы-то знаем, хлеб с неба падает, какая земля, если в землю положить, сгниет. Понимаете, вот так это все формируется. Давайте идем дальше. Одна из заповедей, кстати, нашей недельной главы, призывает человека не отказать в помощи другому, если ненависть какая-то между ними или неприязнь. Написано в тексте, если увидишь осла, твоего врага, лежащего под нож, разве оставишь ты его без помощи? Встань и подними с ним. Это очень важный момент, но мы поговорим о другом. В этой заповеди есть и образный смысл. Говорил нам Балшемтов, осел это тело, а ты это душа. Возможно, когда начинают люди совершенствоваться, пытаться духовно продвигаться, и они берут этот фокус влияния, материальное задавить. Надо загрузить его, ничего не давать ему вздохнуть, не улыбаться, все это. Это абсолютно неправильно, это не так, потому что осел начнет валиться под нагрузкой. Наоборот, сказал Балшемтов, если ты ему поможешь встать и подняться, он будет твоим другом и вместе достигнет тебе значительно больше, чем каждый по себе. И поэтому вот Балшемтов сказал, и вот я только повторю, не разделять материю и дух в служении Богу. Найти способ сделать тело другом и союзником. Сделайте шаббат красивым, чтобы приятно было прийти за стол сесть, а не какой-то скучный, грустный, когда не хочется появиться. Сделайте изучение Торы понятным и интересным, чтобы людям было интересно вернуться к этому уроку. Есть общество, где обсуждают духовные вопросы, сделайте его теплым, дружественным. Накройте стол. Материя и дух тогда будут общаться друг с другом. Пойдем к шаббату. Почему мы нуждаемся в шаббате каждую неделю, а в других праздниках только раз в год? Потому что шаббат занимает центральное место вообще в Торе. Бог сказал, в седьмой день отдыхайте, поэтому он должен отражать какую-то фундаментальную схему. Шаббат начинается, неделя начинается шаббатом и заканчивается. Поэтому, по всей видимости, шаббат представляет такую ценность для нашей души, что и такие уроки важные дает, что требует очень частого повторения, иначе бы это было реже. Сейчас очень много больных, очень много людей опасаются за себя, за своих близких. Говорится, что молитва за себя слушается наверху лучше. Дочери нужно за себя молиться. Он сам и больше всех переживает какие-то тяжести, страдания, и более его никто не может почувствовать такой, скажем, порыв по молитве. Его личная молитва исходит из глубины сердца, а когда молитва из глубины сердца, она доходит быстрее. Есть один нюанс. В шаббат, кроме обычных случаев, прописанных таким врачом, запрещено принимать лекарства и вообще лечить. Более того, больной не молится в шаббат даже для облегчения болезни. Почему? Когда человек молится о выздоровлении в шаббат, молитва даже меняется. Шаббат запрещается нам плакать, пусть скорее наступит исцеление. Так говорится. Потому что шаббат это исцеление. Спросил один еврей у Рэбе из Квирски. Почему всегда состояние его ухудшается в субботу? Рэбе объяснил. Всевышний намеренно переносит пик болезни часто на шаббат, потому что шаббат сам по себе обладает целительной силой. Если симптомы болезни обострились, в шаббат это знак, что больной на пути точной исцеления и в руках высшей силы. Это очень важный закон. Раша объяснял нам, что шаббат может лечить сам по себе. Сам шаббат лечит. Ты как больной человек можешь приподнять себя в этот день, чтобы сдержать волнение, не волноваться в этот день о болезнях, не думать всякие плохие вещи. Когда вы сможете поверить, вот почувствовать веру во Всевышнего в этот день, которая может быть достигнута только в шаббат. И уважение выскажите к шаббату. Написано, лечат болезни. Люди написано лечат болезни. Тогда написано, что сам шаббат приносит непосредственное исцеление. Шаббат занимает огромное место во всех молитвах, которые мы читаем. Поэтому шаббат заменяет все виды лечения, которые запрещены в этот день. Это не лишение. Это скорее особое качество шаббата. Шаббат может лечить себя сам. Поэтому мы в шаббат не позволяем себе чувствовать печаль, волноваться. Потому что все приносит исцеление, если мы этого не делаем. Господин всего мира принесет нам исцеление через шаббат, с шаббатом и на шаббат. Кто не дай Бог, захворал. И последнее, наверное, по этому вопросу. Субботний отдых дает возможность для самоанализа. Чего я достиг за неделю? Стал ли я лучше, восприимчивее? Что конкретно я должен исправить и улучшить в себе? Это и есть ревизия души, которую надо проводить в шаббат. Брахава от слаха, хорошего шаббата, всего самого-самого лучшего.